В ноябре месяце собственникам квартир в Волгограде и области начнет приходить платежка с новой строкой закап-ремонт. До 22 июля этого года жителям многоквартирных домов нужно было определиться, где будут храниться эти деньги. У регионального оператора в общем котле или на спецсчете, открытом в одном из банков. Уже сейчас можно говорить о сложившейся статистике. 10 566 многоквартирных домов, они у нас включены в программу капитального ремонта. Это общее количество. 1300 открыли спецсчет и путем простой арифметики, это 9 256 домов, они как раз в общем котле. Краткосрочный план на 2015 год в настоящий момент сформирован. В него вошли 324 многоквартирных домов. В первую очередь в этих домах будут ремонтировать крышу, заменят электросети. Остальным придется ждать своей очереди. Совсем по-другому дела обстоят у обладателей спецсчетов. Решили мы уйти на спецсчет регионального оператора, чтобы видеть свои денежные средства, которые мы будем выплачивать за капитальный ремонт. Они там будут накапливаться, мы эти суммы будем видеть и возможно досрочно будем ремонтировать свой дом. Потому что по региональной программе мы в плане на ремонт в 35 году. Со всего дома где-то у нас будет получаться 40 тысяч примерно. То есть где-то в год 400 тысяч. И вот я прикинула, где-то через 3 года мы можем поменять, сделать ремонт инженерных сетей электроснабжения. Через 4 года мы можем заменить лифт. Это вот по сегодняшним ценам. Ну, по водоснабжению, отоплению там немножко побольше придется копить, потому что делать придется. Ну, одновременно менять горячее, холодное отопление, чтобы меньше было в каждой квартире, скажем так, проблем. Тем не менее, открыть спецсчет еще не поздно. Если жители решились все-таки отделить свои средства, им нужно обратиться с необходимым пакетом документов в региональный фонд многоквартирных домов. Само отделение произойдет только спустя 2 года, а те деньги, которые в течение этих лет будут поступать в общий котел, возместят на открытом спецсчете. При этом жители сами могут выбрать, в каком банке будут храниться эти деньги. Как показывает опыт, в этом вопросе лучше довериться региональному оператору. Договор, который он заключил со Сбербанком, предусматривает более выгодные проценты, чем в тех банках, которые выбрали сами жители.